Актер Михаил Мамаев ответил депутату Медведеву, вставшему на защиту телеканала «Россия-1» и обвинившего его в пиаре. Актер обвинил сотрудников телеканала «Россия-1» в том, что те не пустили его на съемку в шоу «Привет, Андрей!» из-за кепки с российским прапором. После инцидента Мамая поделился подробностями этой истории в своем телеграм-канале. И сразу после этого все соцсети буквально вспыхнули от дневных комментариев в адрес руководства телеканала. Прошло чуть больше суток, история набирала обороты, и тут неожиданно на защиту телеканала встал журналист-депутат Андрей Медведев. Он попытался сгладить ситуацию и сделал это довольно странно. По мнению депутата, Мамая просто решил пропиариться, когда рассказывал об этой истории своим подписчикам. Медведев отметил, что в какой-то другой передаче Мамая почему-то сидел без кепки и не устраивал никаких скандалов. Он заявил, что складывается впечатление, будто актер очень любит привлекать внимание народа с помощью съемок в телешоу и публикаций в соцсетях. Депутат решил напомнить, что с 2014 года коллектив телеканала лишился трех военкоров, которые погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Про случай с Мамаевым Медведев также сказал, что бывает, когда очень хочется славы, тогда начинаешь всем рассказывать байки про то, как тебя куда-то не пустили из-за бейсболки с российским флагом, а на самом деле у человека просто спросили, не может ли он снять кепку. Помимо этого депутат вспомнил историю 2018 года, которая, по его мнению, наглядно показывает, что настоящим героям ничего доказывать не нужно. Помню, в 2018 году снимали ВОХУ, командира Спарты. Он тогда скромно попросил, я в гражданке буду, чтобы не думали, что я понтуюсь в форме, сказал Медведев. Несмотря на все сказанное, пользователи не оценили порыва депутата Медведева. Многие обвинили его в том, что он просто пытается передергивать понятия, когда говорит о примерах событий пятилетней давности. Вот лишь некоторые реакции и комментарии пользователей сети. Мамаев молодец, мужик, хотя не сильно уважал артистов. Но за это, как минимум, надо уволить руководство Первого канала. Здесь уже пахнет чем-то другим. Другая сторона истории – это то, что военные снимают символику на съемках. То есть Медведев подтвердил, что это правда. Медведев, не надо наводить тень и приводить в пример других. Другие за себя сами скажут, им не нужна чья-то защита. Вот и Мамаев сам за себя сказал и правильно сделал. И нечего упрекать его в неискренности. Бессовестный этот Медведев, пишут пользователи сети. И вот реакция Михаила Мамаева на происходящее долго себя ждать не заставила. Да, мы творческие люди, воспитанные в духе реального, а не товарно-денежного патриотизма. Постоянно сталкиваемся сейчас с саботажем со стороны патриотов-лавочников. Это они еще недавно высмеивали само это слово. А теперь прикрываются им, мол, мы тоже за Россию. При этом делают все, чтобы их антироссийская идеология победила. Но слава Богу, поддержка подавляющего большинства на нашей стороне. И да, у нас свои прямые эфиры на расстоянии вытянутой руки от наших зрителей, которых мы сейчас поддерживаем кто как может. Сначала высказался Мамаев, а спустя несколько минут еще один пост, в котором актер говорит, что он закрыл для себя шоу «Привет, Андрей». Я не считаю для себя зазорным спеть гимн России, хотя кому-то здесь в глубоком сытом тылу это покажется излишним пафосом. Ну правильно, вы же тут развлекаетесь, а парни в это время идут на смерть. И именно такой ответ дал Мамаю Медведеву. И в этой истории большая часть людей на стороне Михаила Мамаева. А к нашему центральному телевидению давно назрело много вопросов. Чего только стоит недавний визит Арбакайте на «Песню года», где она спела вместе с еще одним сомнителем героем Ревой. И такие примеры, к сожалению, появляются каждый день. То один неожиданно всплывет, то другой появится там, где никто не ждал. Причем чем дальше, тем больше их всплывает на наших экранах. А вы, уважаемые зрители, согласны с Михаилом Мамаевым? Если да, то ставьте лайк и пишите свое мнение в комментариях. Ведь мы уверены, вам точно есть что сказать. До скорой встречи!